он неожиданно заявил нашим украинским друзьям что с крымом все что вам не надо заниматься уже уже крымом но наши украинские друзья этого профессора попросили натовские войска давно уже в эстонии дорогой друг но дело в том что это все и не важно просто владимир владимирович сейчас занимается пиаром готовится как бы все как бы юридический материал для того чтобы стрелять народ профессор соловей есть такой бывший профессор мигмо я его тоже хорошо знаю он здесь сталина был у нас на конференции рубикон где рассматривались проблема россии белоруссии конечно человек он интересный всегда он интересно что-то там говорит вокруг него множится всякие там скандала и конечно но люди интересуются там сколько можно там господину соловею верить или не верить но видите конечно деятельность которым господин соловей занимается он делает прогнозы что касается будущей россии что касается состояния нынешнего власти россии это все конечно очень важная вещь потому что самой россии как бы обсуждение этих вопросов плоскости именно такой фактической информации слишком мало и поэтому конечно то что хотя бы есть про профессор соловей это уже хорошо но конечно то что профессор соловей нам сообщает это обычно является какой-то мнением властвующие элиты россии по поводу того каком состоянии россии или какие там отношения у него внешним миром поэтому конечно он предлагает какие-то реалистические сценарии какие-то реалистические предложения не всем это как бы нравится или как бы или почему-то нравится но скажем он неожиданно заявил нашим украинским друзьям что с крымом все что вам не надо заниматься уже уже крымом как бы это только вредит развитию украинскому государству надо отказаться от идеи что когда-нибудь там крым будет назад в украине и идти дальше и он хотел этим как бы идеям идти в киев читать еще лекции по поводу этого но наши украинские друзья этого профессора попросили вот им как бы эта наука как бы не интересно но не надо как бы тоже время слишком строго судить профессора соловья профессор профессор соловей все-таки говорит то что он читает нужно говорить и конечно же это знание это знание вот московские элиты и и вы можете это взять или не или ряд как бы отвергнуть но она вот такая как есть конечно соловей очень как бы помог западным политологам понимать что происходит сейчас московской московской элите и куда эти дела двигаются сознательно ли выбран соловей на контроль или нет мы не конечно не знаем но он был один из первых который нам докладывал что идут огромная работа по поводу конституции российской федерации и что это все это связано с транзитом власти многие до сих пор не верят что идет какой-то транзит власти но она идет и связано это конечно же как и сам соловей указывает просто здоровье владимир владимировича никто мы не вечные и к сожалению владимир владимирович очень больной человек но как видите даже каким-то людям из россии иногда трудно верить такие вещи им кажется что путин вечный и он должен как бы жить вечно на самом деле конечно мы все люди и к сожалению владимир владимирович очень больной и это определяет определенные шаг шаги власти которые он делает то что соловей транслирует этот конечно же какой-то взгляд московской элита каких-то там людей из администрации президента на мир и конечно вы должны понять что если если дело касается путина или там внутри политических обстоятельств россии или знания того как это внутри внутри внутренняя элита как бы россии рассматривают какие-то проблемы скажем с крымом но там конечно господин соловей более точен и как бы его информация имеет имеет ценность но иногда конечно видите господин соловей как бы наверняка иссядя из этих взглядов которые там москве есть конечно попытается еще и как бы что-то говорить по внешней политике по по политике безопасности ну вот господин соловей нам сообщил что у него есть источники которые говорить о том что которые говорят о том что эстония латвия и литва останутся без поддержки нато есть ли россия нападет на эти страны что у него вот есть источники точно вот передают вот такое вот положение что пункт артикуль 5 как бы нато не будет использована для защиты этих трех политических стран конечно просто было удивительно зачем как бы соловей об этом говорит как бы не внутренняя политика россии мы понимаем что это было сделано перед днем независимости эстонии это явно было с этим связано но мы знаем что последние месяцы российская федерация то атакует тартусский мир и так далее и тому подобное тоже люди удивляются какой тартусский мир идет какие-то странные срач по поводу пограничного договора эстонии россии хотя этот договор то давно уже госдуме россии и но если у вас при есть проблемы ратифицируют это договор и будет вам програничный договор вместо эстонии россии но почему-то вот идут пропагандистские какие-то такие наскоки что касается этих тем ну вот и неожиданно соловей тоже сообщает нам очень интересную вещь что натоские страны не будут помогать эстонии эстония будет абсолютно один когда россия нападает на на эстонию но что здесь можно сказать но во первых конечно что-то удивительно что профессор бывший профессор мигмо господин соловей не смог себе уяснить очень как бы простую истину или вещь натоские войска давно уже эстонии дорогой друг они здесь и есть всеми самолетами танками пушками сидят они лагеря там тысячами готовы как бы нападению россии а ты говорит что как бы они придут они уже здесь им не надо прийти куда они же здесь сидят и именно эти войска надо атаковать российской федерации вот эти всех американцев англичан датчан немцев ну а что будет когда россия будет атаковать эти всех американцев англичан французов немцев которые здесь в эстонии этих военных какая будет ситуация думаю как бы военная будет ситуация так что рассказы господина соловей как бы не точны он как бы исходит какой-то ситуации который не существует эстония не только член нато но он сумел делать то что на его территория довольно приличный уже натовский контингент членов альянса всяких там стран альянса нато вот все они своими войсками уже здесь на территории основе так что не удастся российской федерации как-то там вот вести военные действия чтобы остались нетронутыми эти войска ну и конечно же это ведет определенным мыслям какая будет реакция этих стран если их солдаты и военные контингенты будут атакованы ситуация очень как бы грустная я бы всегда хотел бы обратить еще внимание что во время путина стали активно сфальсифицировать и данные социалистические данные о состоянии экономики социальной жизни народонаселения и так далее и тому подобное они взяли как бы на вооружение не только то что советский союз очень активно сфальсифировался статистику а нынешнее время очень сфальсифицировал свою статистику китай что абсолютно нереально как бы цифры народонаселения китая почему то потому что они хотят показывать что они самая большая страна о мире что они то так много людей что вот они все как бы развиваются так вот огромными темпами к сожалению это все туфта это просто сфальсифицирована статистика но путину это очень понравилось почему и нет мы тоже будем все как бы сфальсифицировать но конечно же но ты можешь это делать чтобы показывать сильнее но это же не реально жизнь это как бы игра такая какая-то там шпионская реальная жизнь как бы она как бы она есть и есть и вместо вместо нормальной жизни бедность развал и вот это и есть и и ничего нет какая там нато какая там эстония удержаться в власти вот что у этих людей голове последняя новость такая такая что готовится как бы все как бы юридический материал для того чтобы стрелять народ прямой наводкой вот что в голове людей там не эстонию стрелять не эстонию стрелять а собственный народ потому что есть опасно что через какое-то время люди вообще будут недовольными своей жизни в россии так что ничего у господина профессор мигмо не получится никакой опасности войны между эстония россии нет а что касается на то то конечно же он заниматься своими задачами летом еще отсюда направят еще новые контингенты войск в эстонии еще будут готовиться там если то конечно понимаете что военные то занимаются не только какими-то реальными делами ноги и гипотетическими возможностями ну вот все готовится для того чтобы если кто и намерен атаковать эстонию что это стало бы невозможным поэтому господин соловей больше должен как бы заниматься внутриполитической жизни россии там сейчас главный кризис а не в отношениях в россии эстонии по того что как бы какой-то там военный конфликт случится не случится не случится не случится вы смотрите ару т.в. ару т.в. ару т.в. ару т.в. ару т.в. ару т.в.